ДОЙЧИ БАН Платья в пол и летящие ткани. Модный дом Валентина показал, что модницы будут носить следующей весной. ДОЙЧИ БАН повышает цены впервые за последние три года. Начиная с 11 декабря билеты подорожают в среднем на 2%. Больше всего в цене вырастут билеты на проезд, которые действуют в течение суток почти на 4%. А вот владельцев карт Банкарт-25 и Банкарт-50, которые дают скидку на четверть или в половину стоимости проезда, цены на поездки останутся прежними. Немецкий железнодорожный перевозчик несколько лет не решался поднимать цены на проезд из-за высокой конкуренции со стороны авиакомпаний и автобусных операторов. К примеру, в прошлом году подорожал только проезд по скоростной линии между Эрфуртом и Халле, да и то незначительно. А два года назад выросла стоимость поездок в первом классе. Аэропорт Алматы эвакуировали из-за разлива ртути. Переполох устроил мужчина, который хотел провести с собой ртуть в банке из-под Аджики. А когда у него в зоне досмотра обнаружили запрещенное к провозу вещество, он просто выбросил банку в мусорку. Банка разбилась, а ртуть разлилась. Всех пассажиров и персонал аэропорта тут же эвакуировали. Отправку рейсов приостановили. Аэропорт по-прежнему принимал воздушные суда, но пассажиров из прилетевших самолетов не выпускали. На место событий тут же прибыли сотрудники санэпидемстанции и департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы. Разлитое вещество собрали и отправили на экспертизу. Через некоторое время работу аэропорта возобновили. Задержка рейсов составила в среднем около полутора часов. Нарушителя задержали на месте. Это гражданин Казахстана 1988 года рождения. Он направлялся в Тбилиси. Зачем ему там понадобилась ртуть, сейчас выясняют в МВД. Если вы давно задумались делать себе татуировку, но вам не хватает денег, не беда. Расплатитесь за нее ручками, карандашами и тетрадями. Так решили несколько мастеров тату из Венесуэлы. Они провели в Каракасе акцию по сбору школьных принадлежностей для жителей трущоб в обмен на свое время и свой талант. И недостатков желающих сделать рисунок на теле в обмен на тетрадки не было. Только в субботу набить себе татуировку пожелали несколько сотен человек. Ариана Херера и ее мать давно хотели сделать одинаковые наколки на запястье. И теперь им представилась возможность убить двух зайцев одним выстрелом. Это отличный способ помочь нуждающимся, говорит Ариана. В такой стране, как Венесуэла, где все плохо и все дорого, в трущобах Каракаса есть дети, которые хотят учиться. И теперь можно прийти сделать тату и одновременно принести школьные принадлежности для этих детей. Как только мы об этом узнали, сразу решили принять участие. По словам организаторов, в школах Венесуэлы сейчас обучаются около 8 миллионов человек. Однако доходы родителей многих учеников не превышают прожиточный минимум. Денег не хватает даже на еду или транспорт, рассказывает один из тату-мастеров Лионель Кастро. Мы знаем, что в стране сейчас сложный период. К счастью, татуировки переживают настоящий бум. И мы решили это использовать, чтобы принести немного пользы жителям Венесуэлы. За два дня проведения акции организаторам удалось собрать школьные принадлежности для более чем 500 детей из малообеспеченных семей Каракаса. Итальянский модный дом Валентина в Париже представил свою новую коллекцию весна-лето 2017. Это первый показ креативного директора компании Пьер Пауло Печоли после ухода его соратницы Марии Грацио Кьюри. Вместе они проработали 17 лет. Дизайнер не стал сильно менять традиции бренда. В коллекции преобладают длинные платья из легкой ткани с оборками и высокими воротниками. Не отошел Печоли и от характерных для Валентина оттенков красного. Правда, теперь появились еще и розовый, бордовый и лимонный цвета. По словам дизайнера, при создании новой коллекции он вдохновлялся эпохой Средневековья и Ренессанса. Дом моды, основанный в 1960 году Валентина Гаравани, всегда пользовался популярностью среди знаменитостей. Среди его клиенток были Одри Хэбберн, Жаклин Кеннеди и принцесса Диана. Сейчас в нарядах от Валентина на красных дорожках появляются такие звезды кино, как Энн Хэтуэй, Кэт Бланшетт, Гвинет Пелтро и Джулия Робертс. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового Времени. m-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова